добрый день дорогие друзья сегодня у меня в общем то ответ на вопрос спрашивала меня подписчица про аптеки вопрос был следующим и . про аптеки было бы очень интересно я не у камер и хотелось бы узнать может про какие-то аналоги таблеток и что можно купить на просторах русских магазинов интересно также чем вы лечитесь когда заболеваете простуда или гриппом а то я как-то заболела и даже не знала чем сбивать высокую температуру хорошо что были запасы парацетамола так вот я уверена что многие из вас находятся в такой же ситуации и или вы на возможно готовитесь приехать в канаду и хочу вам сказать не бойтесь все здесь есть просто нужно знать это берет время я знаете тоже не приехала не знала все сразу с первого дня но не нужно бояться исследовать и спрашивать за спрос не бьют в нос как говорится вот на самом деле есть все если вы немножко стесняетесь боитесь вы просто можете прогуглить и у вас есть тот же волмарт или другие сети о которых я вам сейчас расскажу в которых вы можете просто в интернете даже зайти набрать и вам выдаст список лекарств которые будут соответствовать решению вашей проблемы что касается русских магазинов я не знаю про маленькие русские магазины я знаю про яме market который самый популярный в джетте ей там у них есть такой отдел фармы небольшой отдел типа аптечной такой я даже знаю что там не говорили можно купить ну во первых вам можно все купить русские номина наименование лекарств мне даже сказали что там можно купить антибиотики какие-то так что вы конечно можете пойти и обратиться всегда вот в яме маркете если вы в торонто посмотреть что там есть но на самом деле нет надобности потому что в принципе абсолютно все можно найти в обычной канадской так сказать рядовой аптеке аптеки есть в канаде их много есть много частных аптек и есть как бы общей сети я вам расскажу про несколько вариантов которые в общем-то доступны здесь по антарио но в принципе были в квебеке когда мы жили в квебеке у нас была популярная сеть жангутю это в общем-то тот же shoppers drag mart который у нас здесь в антарио но это абсолютно две разные фирмы в этом магазине можно купить как обычную косметику в общем-то все ну там от прокладок до помады и всего такого и еды даже и также при этих сетях есть аптеки аптеки в которых можно приобрести лекарства по рецепту врача и лекарства просто если вам какие-то нужны лекарства которые вы можете купить без выписки врача вам в принципе там фармацевты помогут объяснять какие пропорции нужны следующая сеть которая у нас есть это рексал это частная сеть частная аптека там обычно если вы просто идете туда как фарм покупать лекарства которые можно купить без рецепта они будут слегка дороже чем в том же shoppers и о котором я говорила выше но точно так же в рексале это как большой такой супер фарм там можно купить абсолютно всю косметику все что к этому принадлежит и также там есть тоже частная аптека с фармацевтом где можно купить лекарство по рецепту и без рецепта следующая аптека это такие аптеки которые находятся при волмарте и при костка что могу вам сказать ходила я как-то гуляла недавно мне нужен был детский буброфен для снятия температуры и в общем такого всякого волмарте оказалось самым дешевым знаете волмарт он дешевый не только вот по всему всему что мы покупаем а также и по лекарствам у них действительно очень хорошие программы там идут и вы тоже можете прийти волмар там есть тоже отдел фармы аптеки с фармацевтом где можно купить по прескрипшену точно так же и в по прескрипшену можно купить и какие-то базовые вещи которые не требуют никакого рецепта врача вы можете найти все что вам там нужно но по моему подведению итогов волмарт оказался действительно самым дешевым среди всех вот этих вот перечисленных мной сетей и так список в принципе я поделила на несколько основных частей опять-таки более подробно можно будет найти в моей группе в фейсбуке но давайте начнем из базы ацетаминофен и буброфен для снижения температуры и облегчения боли обязательно сироп от кашля для детей и сироп для взрослых кстати что касается ацетаминофен и буброфен он точно также существует отдельный для детей до 12 лет ну естественно термометр драйс для измерения температуры у вас должен быть то здесь абсолютно разные аналоги продаются подороже подешевле есть абсолютно мне кажется даже за 2 доллара можно купить так все что касается аллергий сюда входят глазные капли от аллергии для понижения покраснения сухости сюда входит бенедрил как для детей так и взрослых он от аллергических реакций вы знаете даже когда у вас или у ребенка что-то типа насморка забитого носа я тоже беру бенедрил он помогает вот это все снизить вот в организме и так же сюда я отнесла коламин это лосьон для незначительных раздражений кожи то есть например у вас ну знаете иногда тоже бывает какая-то аллергическая реакция на что-то ну просто чешется кожа бывает вот по каким-то таким именно более аллергическим моментом коламин он очень успокаивает и я его держу обычно в холодильнике хорошо потрясу перед использованием взбалтываю и он действительно помогает и снижает а иногда вот он работает вместе то есть лосьон коламина вместе с бенедрилом супер просто отлично часто у детей бывают аллергические реакции это тогда работает великолепно следующий пункт это все что касается даже лудочного такого и кишечного это анти диарейные препараты обязательно типа и моде он должны быть активированный уголь кстати он здесь тоже есть он называется активированный уголь как у от какого-то случайного отравления или несварение для меня вообще стал таким просто вариантом который выручает меня это пепто бисмут это в таблетках и в сиропе желательно чтобы у вас был он вообще от всего это просто панацея всего такие розовые таблеточки розовый сироп розовых бутылках наверняка вы видели да при диареи расстройство желудка тошноте там я не знаю несваримости даже при изжоге вы знаете вот просто спасение вот это для желудка и для живота вот этого всего я считаю должно быть обязательно сейчас я не знаю некоторые рекомендуют противогрибковые какие-то средства но знаете это могут быть от всех то есть как для детей от памперсов это может быть каким по каким-то женским да грибковым базовых базовые такие крема есть есть также просто грибок который на ногах если вы работаете часто в закрытой обуви долгими долгими часами связано что-то с водой ваша работа желательно конечно такое средство иметь ну как бы это опять таки не масса для каждого человека следующее особенно когда есть маленькие дети да и вообще в принципе желательно иметь следующий набор дезинфи если вот порезы какие-то ранки упал что-то сцарапал да вот эти все царапинки вот это все что должно быть какие-нибудь дезинфицирующие спиртовые салфетки перекись водорода хидроген пароксайд это здесь называется марлевые прокладки разных размеров антибактериальная мазь которая в жизни не пользовалась до тех момента пока не приехала в канаду и узнала что она есть для мелких порезов ожогов тоже можно намазывать она и залечивает и убирает боль у меня габи когда разбила себе распоролом бороду и ей зашили зашили ее то я смазывала ее вот именно этим антибактериальной мазью но это может быть даже при порезах если особенно руки знаете часто бывают полопавшиеся и вы работаете желательно смазывать такой антибактериальной мазью и вазелин а вазелин оказывается знаете для незначительных ожогах и ссадин он тоже помогает ну а в канаде у нас так при сухости кожи вообще он супер но знаете вазелин имеется ввиду не тут вазелин который мы себе представляем вазелин в основном это здесь фирма которая выпускает такая-то петролиум петролиум крем петролиум он как бы это вазелин но не на основе воды на основе масла вот это вот важно подметить когда игры вазелин я не имею ввиду вазелин как мы его понимаем в таком понимании то что должно быть это солнцезащитный крем на сегодня мы все знаем не меньше чем spf 15 средства от насекомых и крем гидрокортизона если в общем то есть какие-то укусы насекомых или какой-то вот такое такого плана раздражения но если будет еще пинцет для удаления каких-нибудь осколков не дай бог или клещей что случается иногда в канаде тоже хорошо это были мои рекомендации еще раз повторюсь приходите на мою страницу фейсбуке под одноименным названием по будням с инной скачивайте документ с более подробным объяснением того что сейчас сказала там будут предлагаться также наименование и возможно это будет вам в помощи вообще желаю вам здоровья и увидимся с вами в следующих видео пока пока